Перед началом переговоров с российским министром иностранных дел Энтони Блинкин заявил, что США стремятся к предсказуемым стабильным отношениям с Россией. «Мы думаем, что это хорошо для американцев, хорошо для россиян и хорошо для мира. Также не секрет, что у нас есть разногласия. И когда дело доходит до этих разногласий, как президент Байден заявил президенту Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнёров, наших союзников, мы ответим. И президент Байден продемонстрировал это как на словах, так и на деле. Не в целях эскалации, не для поиска конфликта, а для защиты наших интересов». В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча важна для нормализации отношений между двумя странами. «Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитии телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения. Мы серьёзно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьёзно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для её нормализации. Наша позиция очень простая, мы готовы обсуждать все без исключения вопросы, при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе». «У Вашингтона и Москвы есть не только разногласия по ряду вопросов, но и общие интересы», — подчеркнул госсекретарь США. «Это, например, COVID-19 и пандемия, борьба с изменением климата, ядерные программы в Иране и Северной Корее, ситуация в Афганистане. Мы считаем, что если лидеры России и Соединённых Штатов смогут работать вместе, мир станет более безопасным. И это то, к чему мы стремимся». «И, если я правильно понимаю, общение между нашими президентами, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивные результаты, будь то по конфликтным ситуациям, но, самое главное, по проблемам стратегической стабильности. И в этом смысле, безусловно, и корейский полуостров, и ситуации вокруг иранской ядерной программы, Афганистана представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. И я надеюсь, мы сегодня проведём обзор всех этих усилий». Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс по результатам встречи выпустил пресс-релиз. «Госсекретарь ясно дал понять, что Россия должна освободить американских граждан Пола Уиллана и Тревора Рида. Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность в связи с продолжающимся развертыванием российских войск в Украине и на её границах, действиями России против «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», а также здоровьем Алексея Навального и репрессиями против оппозиционных организаций». Главы внешнеполитических ведомств двух стран также обсудили региональные вопросы, в том числе поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Сергей Лавров назвал встречу конструктивной и отметил, что существует понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном. «Завалов очень много, разгребать их непросто. Почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях». По словам Неда Прайса, Энтони Блинкен и Сергей Лавров обязались продолжить обсуждение в будущем. В заявлении пресс-секретаря Госдепартамента не говорится, когда состоится встреча между президентами США и России. Однако ожидается, что она произойдет вероятнее всего в июне. Перед ней встречу в одном из европейских городов проведут советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.